Всем привет! Сегодня у нас коррекция без опила, перманентный френч и до наращивания сломанного ноготочка классическим камуфлирующим гелем. Здесь у меня старый дизайн под одеялом, кому интересно он ниже в ленте. Снимаю стразы пяточкой фрезы. У моей модели ноготки не клюют, поэтому старое покрытие снимаю равномерно до базы, соответственно с учетом отслоения материала. Продолжение следует... Укорачиваю длину, оставляя полмиллиметра про запас, для того, чтобы в конце у меня была возможность открыть торец и подпилить усадочный валик, который неизбежен при моделировании классическим гелем средней и средней густой вязкости. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. Пилочкой 180 грит придаю форму свободному краю и выравниваю поверхность искусственного материала. Натуральный ноготь прохожу бафом. Внимательно следите за углом наклона фрезы по отношению к натуральной ногтевой пластине. Работаем без нажима, по коже, едва прикасаясь к ногтю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... шар или сфера диаметр 50 зеленая насечка можно конечно взять 40 35 миллиметров срезаем юбочку кутикулы очень важно соблюдать угол наклона фрезы а он разный для истончения места стыка юбочки живой тканью и для среза или ее удаления фреза должна легко прикасаться к коже это плавные движения без скачков влажной салфеткой и апельсиновой палочкой удаляем тщательно пыль и Продолжение следует... Продолжение следует... Наношу я ее тонко, не втирающими движениями и без выравнивания. Сушу 30 секунд в лейд-лампе 48 Вт. Пересушивание эта база не боится, так как при длительной полимеризации не теряет дисперсии. Продолжение следует... Берем классический камуфлирующий гель торговая марка АС. Это камуфляж 1293 и кисти синтетика DS43R10-0. Это тонкая кисть, которой мы будем поправлять материал в зоне кутикулы и боковых валиков. И широкая плоская кисть для нанесения гелей средней вязкости и средней густой GN33R. Плоской кистью наносим тонкий мокрый слой геля, тщательно формируя ореол будущего покрытия в зонах кутикулы и боковых валиков. Набираем кистью как лопаткой каплю геля и размещаем в центре стрессовой зоны. Сдвигаем гель ближе к кутикуле и оттягиваем плоскостью кисти к свободному краю. Кисть при этом расположена почти параллельно ногтю. Тонкой кистью поправляем гель в зонах кутикулы, боковых валиков и на свободном крае. Сушим 60 секунд в LED лампе 48 Вт. Осторожно, гель экзотермический, горячий. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а здесь у нас поломка. Подставляем шаблон, направление шаблона параллельно натуральному ногтю. Доливаем свободный край. Сушим 60 секунд в LED лампе 48 Вт. Сушим 60 секунд в LED лампе 48 Вт. снимаем шаблон удаляем дисперсию и пилкой формируем периметр свободного края а далее все то же самое при необходимости можно в перевороте центрировать материал стрессовой зоне мы 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...